Найти выход в любой нестандартной ситуации, применив самые современные технологии и методики. Такие высокие требования стояли перед педагогами Брещины на областном этапе конкурса «Учитель года-2023», который они успешно демонстрировали на практике. Для участия в областном этапе конкурса каждый педагог должен был пройти несколько испытаний. Для начала конкурсанты предоставляли свои конспекты занятия, затем немаловажным этапом стало проведение мастер-классов, за выполнением которых тщательно наблюдала не только жюри конкурса, но и студенты, будущие педагоги-филологи. Мы еще раз убеждаемся, насколько творческие, яркие индивидуальности наши учителя в области. Те люди, которые могут достойно представить эту область на республике. Мы надеемся, что они и там станут лидерами, поскольку продемонстрированы новые методики, новые формы, новые виды работы и по русскому, белорусскому языкам, по литературам, что еще раз подтверждает, вот такого рода конкурсы нужны. Они позволяют обобщить накопленный опыт. Безусловно, они еще и помогают увидеть какие-то инновационные формы у своих коллег и применять их на практике. Прохождение каждого испытания зависит от мастерства и умения педагога сориентироваться и проявить свой профессионализм и творческие навыки. Так, в Русском центре Брестского государственного университета имени Пушкина учитель-словесник Инна Дробышева провела мастер-класс по русскому языку и литературе. Студенты-филологи в роли учащихся старших классов учреждений общего среднего образования на практике создавали социальные странички литературному герою, рекламу прочитанного произведения, мутборд и многое другое. Такие групповые и творческие задания позволили ребятам развить умения строить связное высказывание, составлять и разгадывать ребусы, кроссворды, подбирать вопросы для викторин игрового характера. Инна Дробышева своим выступлением доказала студентам, что методика богата различными формами, приемами, которые делают урок увлекательным, научным и творческим. Мне всегда интересно что-то новое, и конкурс «Учитель года» – это отправная точка для следующего рывка вперед. Я люблю общаться с иными категориями людей, чем ученики. Мне интересна аудитория студенческая, интересна аудитория старшеклассников, и я всегда использую возможность, чтобы проявить или показать себя и поделиться опытом. Учитель – это человек времени, он должен идти в ногу со временем, поэтому все теоретические выкладки, они должны быть современными и реализовываться практически постоянно, ежедневно. Инна Дробышева изначально была позитивно настроена на общение со студентами, владела собой в нестандартных ситуациях, умела контролировать свои эмоции, а потому мастер-класс такого необычного формата прошел успешно и интересно. Очень интересно видеть новые какие-то методики. Я считаю, «Учитель года» в первую очередь должен быть самобытен, оригинален, он должен быть самый запоминающийся учитель из всех, что вы видели. То есть это должно быть какое-то совсем инновационное движение, какая-то революция, возможно, в образовании, чтобы выделиться и стать «Учителем года», и потянуть за собой других учителей. Формат очень интересный, очень интересна подача материала в плане с иллюстрациями. Я первый раз вообще вижу, чтобы вводили какие-то мемы из интернета, что-то молодежное в образовательный процесс. Ну и, в принципе, задания тоже были интересные, довольно познавательные. Если этот человек подает также информацию своим учащимся в гимназии, то, мне кажется, он точно не зря подался на эту номинацию, потому что это очень интересно. Республиканский этап конкурса пройдет в сентябре. Туда от каждого региона страны отправится один участник по каждой номинации. Именно тогда и определяются победители конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года-2023». Спасибо.